Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Костя Иванов и Саша Гозиас опять вместе. Они решили начать свои отношения с белого листа, а Саша обещала меняться. «Если мы захотим, то сможем все. Я признаю свои ошибки и работаю над собой», пишет Саша. Над Костей и Сашей, а также над супругами Жемчуговыми состоялся суд. Все они обвинялись в том, что используют нецензурную лексику на проекте. В итоге Олю и Сашу постановили изолировать на трое суток каждую. Жемчуговых не было на заседании, потому что они были на выходных. Так что по приезду Олю ожидает сюрприз. Гозиас подтвердила, что на проект едет ее бывший муж Илья Кратков. Саша сказала в видеообращении. «У него на проекте ничего не получится. Кратков – это ленивый мужчина без каких-то целей и позиций, поэтому на проекте он будет выезжать за мой счет. Для меня эта новость – печальный сюрприз». Слухи о том, что проект на Сейшелах завершен, подтверждаются. С «Острова любви» вернулись не только участники, но и вся съемочная группа. Но проект возродится уже в новом формате. Саша Харитонова спровоцировала на поляне новый конфликт. Она отрицает близкие отношения с Ваней Барзиковым, но тем не менее вступила в драку с Майей Донцовой, которая находится с Ваней в паре. Девушки делили кровать в женской спальне и внимание Вани. Татьяна Африкантова призналась с подписчиком, что она забавляется, глядя на людей, которые недовольны ее поведением на проекте. Женщина уже и не скрывает, что специально заводит народ. «Мне так приятно смеяться над ними в усы. Я думаю, что от злости негодуют подростки и бабуси, а люди, которые самодостаточные, все понимают и тоже смеются. Посмотрите, Бородина разводится, а теперь помирилась. Это для того, чтобы шорох наделать. В этом и есть высший пилотаж. Смешно, что люди ведутся. Мы в открытую их заводим, а они как глупцы». Ну а теперь Африкантова-старшая лишена возможности общаться с подписчиками, потому что злоумышленники взломали ее аккаунт в соцсетях. В интернете ходят слухи, что ее страница закрыта из-за жалоб канала ТНТ на публикации Татьяны, которые порочат честь канала. Марина Африкантова вышла из изолятора. Девушка пишет «Убекли ни за что, но если из всего искать выгоду, то я выспалась, успокоилась, мысли собрала в порядок и подготовилась к следующему этапу конкурса. Я молодец». Они с Андреем Чуевым взяли выходной и совершили большую прогулку по городу. Андрей пишет «После изолятора делаю все, чтобы моя девушка не расстраивалась по мелочам, а радовалась и наслаждалась». Проектный психолог Михаил Козлов предложил работу Ольги Рапунцель. Жене психолога это не понравилось. Козлов пишет «Жена была потрясена, когда я сказал, что готов брать Ольгу Рапунцель ассистенткой в тренинге и теперь пытается вызвать во мне ревность походами по клубам. А я не ревную, я выше этого». Приближается день съемок финального состязания в конкурсе «Человек года». По этому поводу Наталья Бича ищет танцоров, которые выйдут на сцену вместе с конкурсантами и помогут сделать их номера еще зрелищнее. Зрители не понимают, почему сами участники не смогут быть в подтанцовке у своих коллег. Неужели Бичан за полгода так и не удалось их ничему научить? Подписчики-ведущие Ольги Бузовой подняли на смех новый образ ее супруга Димы Тарасова. Его образ стал более гламурным, но при этом Дима показал полное отсутствие чувство собственного стиля. Его новая обувь и прическа вызвали много нелестных комментариев. Подписчики решили, что Тарасов выглядит слишком женственно, даже на фоне своей гламурной жены. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.